Приветствую вас, мои дорогие стрельцы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И в конце мы возьмем для вас карта совета, что вам высшие силы подсказывает на конец месяца. И если вы готовы, давайте вместе с вами начнем расклад. И первая карта для вас, мои дорогие стрельцы, на август месяц выходит карта умеренности. Карта умеренности показывает, что уже на начало месяца вы уже как будто контролируете состояние внутреннее. И именно то, что здесь показывает, именно внутреннее состояние. Как будто у вас есть самоконтроль. У вас все под контролем идет. Следующая карта для вас на начало месяца. И выходит эта карта у нас, карта суда. А карта суда почему вот и выходит? То, что вы контролируете ситуацию, у вас идет перерождение, у вас идет заново чего-то, у вас идет все по-новому. Следующая карта для вас на начало месяца выходит карта силы. А карта силы здесь что показывает? Уже здесь высшие силы, здесь я могу сказать, что для вас, мои дорогие стрельцы, уже высшие силы, как будто вам уже в начале месяца, они уже дают какой-то вам помощь для того, чтобы вы прошли чего-то, чтобы вы прошли это перерождение, чтобы даже то, что вы горите изнутри, высшие силы на вашем стороне показывать то, что на начало месяца. Следующая карта для вас, мои дорогие, выходит, я даже буду, карта шестерка Жезлова и выходит король купов. Здесь показывает то, что вот уже ваше внутреннее состояние вы как будто одержали победу, вы уже как будто, знаете, одержали тот триумф, который вы, знаете, умеете внутри себя. Вот здесь еще может такое то, что вы уже научились, вот как бы, знаете, вот успокаивать тот внутренний зверик, который убывает у каждого человека, у каждого из нас. Вы как будто это уже знаете, вот как контролировать, потому что вы как бы даже то, что горели изнутри, вы уже знаете вот как бы это состояние контролировать. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середине месяца и Верховная Жрица. А Верховная Жрица что показывает? То, что благодаря вашей мудрости, благодаря вашей то, что ваша интуиция хорошо работает, вы начинаете уже как бы, знаете, вот здесь может быть для кого-то, то, что здесь может как-то, может на середине для кого-то, что как будто вот вы начнете, знаете, думать такое, знаете, ну, мудро. Знаете, вы как будто даже здесь может быть, даже если касается женщины, вы как будто даже какой-то мужчина понадобится вашего совета. Вот такой информации идет. Следующая карта для вас, мои дорогие стрельцы. Здесь показывает, вот здесь может быть, может быть, то, что почему вы горите изнутри, потому что здесь может быть рядом с вами есть какие-то люди, где у вас крадут энергию, где у вас, знаете, им не нравится то, что у вас есть, то, что вот может быть даже как бы тайно может, вот, знаете, подкрасться к вам. И там, знаете, иногда бывают люди в лицо говорят одно, а за спиной совсем другое. Здесь как будто вот такое. Но здесь это люди, которые вы, знаете, здесь не как как-то родственники, а здесь больше тех людей, которые вы как бы допустили близко к себе. Вот такая вот. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середине двойка жезла. И двойка жезла показывает, что здесь вот показывает то, что идет привязка, вот привязка к тому, где вы сейчас на данный момент находитесь. Знаете, здесь еще может быть тема то, что касается здесь рабочие моменты. Здесь, где у вас идет как будто вот для вас, мои дорогие стрельцы, здесь как будто может быть тайно, я могу это сказать, то, что как будто делается какая-то любовная привязка. Здесь как будто крадется из вас, как будто, знаете, тайно энергию берется из вас, вот как будто, знаете, чтобы вы как бы не видели, вот чтобы как будто были привязаны к чему-то. Следующая карта для вас, мои дорогие, это карта десятка пентаклей. А десятка пентаклей вот и показывает то, что здесь как будто кто-то, кому не нравится здесь, как будто, знаете, вот вначале у вас как бы вы одерживаете победы, вас высшие силы поддерживают, у вас есть внутренний контроль, вы знаете, ваши чувства, эмоции, вы контролируете, знаете, как это самое, знаете. Но здесь как будто кто-то тайно вот старается вот влезть и именно, знаете, привязать вас, знаете, еще вот, вот как будто вашу благу, они как бы не рады, чего у вас происходит. И вот по-хитрому они чего-то придумают. Вот следующая карта на середине месяца, это выходит восьмерка пентаклей. Здесь я могу сказать, что здесь может быть тема касается работы, потому что здесь кто-то вот именно работает, вот как будто хотят вашу благу, то, что у вас все получается, у вас есть какие-то успехи, у вас есть какие-то там достижения. И людям не нравится то, что вы как будто, ну, человек, который, ну, победил чего-то, который справился с чем-то, вот здесь как будто людям вот на середину августа кому-то, знаете, тайно вот это, хотя я вам говорю, что в лицо они могут что-то у вас с вами там, но за спиной здесь как бы им не нравится то, что вам, у вас происходит, и здесь может быть это касается, здесь идет тема работы. Следующая карта на конец месяца, это выходит пятерка пентаклей. А пятерка пентаклей вот и показывает то, что люди не рады, то, что, знаете, то, что вы как будто, они хотят, чтобы вы получили какой-то, знаете, то, что вы как будто несправедливо получили эту награду. И они как будто хотят, чтобы вы у вас были, знаете, чтобы, может быть, даже ушли от работы, где вы находитесь. Может, даже вот если касается темы отношений, ушли от этих, знаете, вот у вас вот какие-то люди, как энергетические вампиры, вот такие, которые, им не нравится все, что происходит в вашей жизни. Следующая карта для вас на конец месяца и восьмерка мечей. Восьмерка мечей и показывает, вот почему они хотят, чтобы вы ушли, как будто, чтобы вы, знаете, чтобы вы находились в той состоянии, где вы, как бы, закрытые глаза, вы ничего не видите, как будто, хотя здесь вы очень хорошо можете, потому что здесь руки нельзя, вы можете сами, как бы, убрать все вот это. То, что вам нужно, вот я бы сказала, вот на середине, убирать вот эта привязка, которая у вас есть, и людей, которым могут быть так, тайно к вам, вот, по-хитрому. Вот здесь у вас, как бы, есть возможность, и вы не должны в конец, вот, как бы, чтобы для того, чтобы вы горели изнутри, не должны это допустить. Следующая карта, наконец, это Ту Спинтакли. То Спинтакли, вот, и показывает то, что вам будет, да, у вас будет возможности, да, вот это, для того, чтобы вы, как бы, справились, знаете, у вас, как бы, чтобы внутренне все это правильно, потому что здесь больше то, что мне идет, даже меньше, чем отношения, но больше, как бы, в работе. Здесь идет, вот, именно в работе у вас, как будто есть люди рядом с вами, где им не нравится ваша стабильность, им не нравится вот то, что вы получаете какие-то, вот, ну, финансы здесь, даже, как бы, большие финансы. Они, как будто, хотят, чтобы это у вас не получилось. Следующая карта, на конец месяца, и шут. Вот, я почему и говорю, людям не нравится, потому что они хотят, вот, обнуление в вашей жизни. И для того, вот, вы должны, вот, сами, вот, обнуление в вашей жизни для того, чтобы вы убрали людей рядом, которые с вами, которые вам не нужны. Следующая карта, это карта совета, и карта совета королевы кубков. Ваша мудрость, ваша, если для мужчины здесь идет, прислушивайте к совету какой-то женщины, который вам, она подсказывает, будет какой-то совет мудрый. А для женщины здесь, как будто, здесь, благодаря вашей мудрости, вы будете, как бы, знать, чего вам нужно сделать. Мои дорогие, для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.